Я снова здесь, снова давнув War Soul, Шторм. Тау против Эльдара на боевых болотах. Таняфилия, Дреддик. Эльдары, это Рейнджеры, Фара, затем, возможно, Рипы, Дозорные, получают Варлоков. А Тау, это Веспиды Круты, ТКФВ. Ну-ка, проверим, угадал ли я с Билл Дордером. Три Столса. Три Столса. Как я часто говорю, Тау на Т1 для настоящих профиков из-за большого количества микро Столсами, прыжками, все это ложится на руки. А дальше за Тау играть просто. Ну, поглядим. Первый Тау Коммандер. Без Веспидов, да? То есть первый ТК, возможно, через Грейд Точек пойдет. Хорошо, я не угадал с Билл Дом. Я с Билл Дом не угадал. Ну-ка, что у нас здесь? Это не игра ли это хардкорная? Нет, не оттуда. Я не помню, как она называется. Какие-то ужасы, что-то про подземелье. Так, на разведку пошел. Чем ответит Дреддик? Первой Фарой не Рейнджерами, а первой Фарой и Рипами. А что, если бы Таушник сейчас полетел Веспидами? Если бы он сейчас полетел Веспами? Что было бы тогда? Круто, например, Веспы. Здесь согнали. Да, естественно, первый Варлок добавляется. Здесь круто сгоняют Каперов. Веспы летят на Генератор. Тау Коммандер вышел. Тау Коммандер вышел. Веспы прилетели. Фара появляется. Значит, Веспы летят куда-то вот сюда. Получают, правда, удар по башке. Но ладно. Значит, я прогадал с Билл Дами у обоих. Абсолютно не угадал. Первые герои. Парни открываются героями. И очень больная Биллка для Тау Коммандера, которая выбивает у него треть. Половину, половину выбивает у Тау Коммандера здоровье. И даже больше. На ровном месте сейчас Тау получает огромный урон. Можно еще было рабами, кстати, долбить этого Таушника. Мешать ему жить. Точка с Декаплина. Но какой ценой добавлен стелс. Получили урона очень много парней. То есть ТК практически сейчас небоеспособен. А Билл Куфара откатывается и его добивает. Минки. На всякий случай. Варлок в двух местах. Ладно. Задача для Эльдара, как по мне, это взять точки на базе. Суваться куда-то вперед. Мне кажется, нет никакого смысла. Взять свои точки. Укрепиться на базе. Риперы. Почему не рейнджеры? Ну ладно. Это вопрос остается открытый. Грейт постов. То есть оба парня не идут в раж. Не пытаются гадить, отравить жизнь. Они играют через оборону. Очень скромно. Через героев. Рипы. Саркофаг. Наверное, точки будешь проламывать. Станеть казарму. Саркофаг. Отогнал с реликтов Эльдар, кстати, у Таушника. А что, у Таушника армии сейчас абсолютно вообще никакой нет. Один Тау-коммандер, который здорово получил по башке и абсолютно сейчас небоеспособен. Столсов, естественно, отогнали. Поздние веспиды. Зато грейд точки. Экзарх добавлен для повышения урона отряда. Веспиды. Достроил минки? Строишь. Минки только-только строишь. Отогнал с одного реликта. По колдуну не выстрелил. Видимо, снайпшотом выстрелил в другое место. Ох ты, вот он убил. Убивает колдуна. Не пытаешься лететь на генератор. Именно летишь на точку. Именно по точку. А как насчет генец поискать? ФВшки. ФВшки. Ну, ринжи-то бы поактуальнее здесь, мне кажется, были, а? Ринжи-то были бы поактуальнее. Ну, вот они, ринжи-то. Правда, как-то с запозданием немножко у парней вышло. И ринжи поздние, и веспиды поздние. Да, Тау-коммандеры лучше сейчас с форсирой вообще не встречаться. Потому что это может закончиться очень печально. Слева забирает. С двух мест. Снова варлок. И теперь главное, успеет ли законтролить Столса? Успеет ли? Да, успевает. Успевает. С микро, у Таушников все в порядке. Левый реликт забран. Минки. Еще риперы. Рейнжеры не реинфорсятся. Полетели. Веспиды. Ну, сейчас их встретят риперы. Побитые веспиды. Я так понимаю, по ним фара долбанула штормом. Невидимость рейнжерам. Форсирка терпит. Рипы стреляют. Может быть, в Т2 идешь? Нет, ФВшки. ФВшки. Да, веспы летают по тылам. Ломают точки. Ломают экономику. Минки нету. Саркофаг на точку. Вот для чего нужен был саркофаг, чтобы наламываться и точки ломать. Абилочка все-таки повешена на Тау Коммандера. Вот просто выведен из строя этот герой. Просто как будто его и нет уже. Все. Точку сломали. Рипцы. Как будто героя уже не существует. Две пачки добавлено. Две есть. Третья на подходе. Но лимит не позволяет. Но сейчас, возможно, лимит освободится. Вот посмотрите. Рейнджеры сейчас просто отравляют жизнь этим ФВшкам. А эльдарские рабочие могут портоваться к этим ФВшкам и сразу же начинать их вязать. Но это, опять же, требует нагрузку на микро. Форсирка танкует. Рейнджеры наваливают. Рипы бегут же сюда до кучки. Дозорные здесь же. То есть, банально посчитаем боевые отряды. Раз, два, три. Четыре, пять отрядов. У эльдара. А у таушника один. Два, три. И вышел только четвертый. Вот здесь, кстати, можно было рейнджерами просто пострелять по тау командеру. Повязать. Рейнджеры. Отвести их от рипов. Отвести от рипов. Форсирка в миле раскидать. Ух, залп неплохой по веспидам. Повязаны. Вот дозорные запросто могут вязать фв-шек. Запросто. Стелса забрать. Да, именно это и делает. Ну что, обменялись ударами. Кстати, не слиты. Ни веспиды не слиты. Ни тау командер не слит. Три пачки фв-шек. Ну, рейнджеры сейчас будут просто хлопот доставлять. Никто ничего не потерял. Никто ничего не потерял. Ну, веспиды подставляются. Ну, зато дают бой. Дают прострел. Фв-шкам обзор. И продолжает стрелять. Продолжает. Эльдар поджал таушника. Просто поджал. И реликты оба забрал. Сейчас главное застроить. Еще рабочий. Нужно идти в Т2 попытаться. Выйти Эльдару. Вот сейчас смотрите, сколько отрядов. Это все ложится на руки. Это все нужно микрить. Поступ включить. Поступ выключить. Вот это нагрузка на руки. Рейнфорс. Тау. Стелсы стоят. Берется крит. Три пачки фв. И таушник первый. Отправляется в Т2. Первым номером идет в Т2. 92. 10. 80. 20. Нападение. Рейнджеры. Сейчас обзор будет. И будет больно рейнджерам. Больно. Больно. Но и фв-шки здесь подставляются. Вот так. Приходится ездить. Еще и форсира удар сделала. Таушник туда-сюда ходит. Маневрирует. Как ему некомфортно. Некомфортно с рейнджерами работать. Некомфортно. С рейнджерами работать. Против рейнджеров работать. Таушник. Очень некомфортно. Форсира вперед. А белочка откатилась. Нет. Подставляется. Подставляется. Фора вперед. Да. Повешивает. Навешивает. И еще одну. Минок накидал. Отступать. На ломчик. На лом. Но здесь минки. Коварные минки. Таушника. Сейчас может для Эльдара, кстати, немножко плачевно закончится. Да. Вяжет рабочими. Рабочими прыгает. И вяжет фвшек. Ненадолго, правда. Потерянный вес спины. Это больно. Это больно. Еще рабочий прыгает. Заберет, кстати, сейчас на себя эту минку. Но лучше пусть рабочий заберет. Понимаете, какие классные эльдарские рабочие. Они как саперы выступают. Прыгают. И могут повязать. Если же не повязали, то забрались минки на себя. Сагри. Рейнджерами, кстати, сейчас можно попробовать действительно Тау командера выфокусить. Ну или за фвшками. Тут уж как получается. Но Тау в Т2. Делает уже грейды. Новые вес спины. Дорогущие обидные вес спины. Забывается пачка. Но в таком-то микро действительно можно забыть. Действительно можно забыть. Поступь. Еще один рабочий ждет прыжка. Саркофаг. Ну и пока, пока это выглядит... Пока выглядит, как эльдар теснит. Эльдар побеждает Тау. Но зато эльдар не идет в Т2. А Тау уже в Т2. Понимаете, в чем дело? Тау уже в Т2. Осталось только два сержанта отрядов. Как он тамушником микрит, кстати. Проблема в том, что Тау в Т2. Фарсире больно сейчас. Надо ее срочно спасать. Выводить отсюда. Фарсира может умереть сейчас. Просто одним махом. И она, мне кажется, умирает. Умирает. Вот это обидно. Но зато здесь очень много умирает ФВ-шек. Один отряд умер. Два. Сейчас умрет еще один. Нет, один. Выживает, выживает. Выживают, кстати, сержанты. Посмотрите, два сержанта здесь. По 600 здоровья у каждого. Вот это да. 600 здоровья. Преследует эльдар ФВ-шек. Этих сержантов, кстати. Обратите внимание. Это забавная ситуация. Выживают два сержанта. Потому что у них по 650 здоровья в тылы. Естественно, вес пиды в тылы. Точка негрейдженная забирать. И намечается размен бас у нас. Пробегают два сержанта. Два мощных сержанта. Все, встали, загрузились. Винтовочки протерли. Поехали. Размен бас. Плюс стелсы здесь. Могут декапить и рабочие. Да, кстати, поехали или сюда. Или потом дальше сюда сразу поедут на застройку точки. Здесь нужно тоже декапить. Конечно. Новая фара. Проблема эльдара в том, что он отстал в развитии. Вот это проблема. Размен бас. Начался у таушника антитех. И размен бас. Нужно какое-то подразделение, которое будет капить точки. Что-то нужно эльдару сейчас. Проблема в том, что сейчас у эльдара нет таких войск, которые быстро и эффективно ломают здания. В отличие от его оппонента. Веспиды. Стелсы уже добавлены сержанты, которые очень больно работают по зданиям. Больно ломаются точки. Декапятся эти точки. Захватываются эти точки. Понимаете? Эльдар сейчас в невыгодной ситуации. В очень невыгодной. И эти точки сейчас могут запросто начать уже застраиваться противником. Что, собственно, и происходит. Казарма. Врата. Новая казарма от эльдара. Форсира. Повесила. Выживает на 70 хитпоинтах. Веспиды летят дальше по тылам. Добавлен главный Веспид, который удваивает количество здоровья. Но еще один портал. Зачем еще один портал? Тебе тот не сломали. Ты строишь еще один. Рипы. Вот это мне непонятно. Очень, очень больно эльдару. Эльдар остается практически без точки, без базы, без генераторов. Эт2 можно теперь уже забыть окончательно. У таушника же с ресурсами более-менее неплохо. У него и накопление есть. И он уже точки на базе эльдара забирает. И уже строит техническую станцию. Ну, можно сказать, ГГ. Потому что только сейчас пойдут эти Девилфиши. Игра, можно сказать, заканчивается. Чем ответит сейчас эльдар? 44-0-50-30. Двое рабочих. А, кстати, да, действительно, тоже меняются. Они тоже меняются. Эльдар начинает захватывать и застраивать точки на базе у Тау. Фара жива. Падает Казарма. Казарма здесь. Еще рипы. Какая пачка по счету? Третья пачка. Один. Нет, стоп. Четвертая. Четвертая. Один, два. Один, два. Третья. Четвертая пачка. Но как эльдар? Нет, отменена, отменена. Техническая станция отменена. Где-то, наверное, строится она в другом месте. Здесь. Не дает, не дает, кстати, эльдар построить. Не дает. Не дает построить. Возвращается Тау на базу. Кругом пробежались. 50 на 30. 60. 62 на 0. Больно обменялись ударами. Очень больно. Залог победы сейчас для Тау. Это постройка технической станции. Эльдару же помешать это сделать. То есть вернулись все обратно на круги своя. Эльдар пошел отбивать свою базу. А Таушник вернулся на свою базу. Рейнджеры забыты. Рейнджеры забыты. Подфандеры. Три пачки рипов. Четвертая здесь. Рейнджеры. И она строится. Техническая станция строится. Эльдар, попрошу заметить, все еще в Т1. Ну нет, нету, нету, ребята, нету. Нету. Тау в Т2. И он заканчивает постройку технической станции. Но у Тау неожиданно появились проблемы с ресурсами. У него их нет. Нет. 68. Нет ресурсов. Стан. Стан. Ничего здесь производиться не будет. Мощная заруба. Мощная, ребята. Мощная, жесткая. Дреддик показывает отличную игру. Отличную игру показывает. Еще один стан немедленно не дает, не дает произвести Девилфиш. Не дает. Казарма. Казарма. ДК. Пошло производство. И снова остановлено. Третий рабочий. Сколько времени уходит? Сколько уходит времени? Рипы. На рабочий Тау. 38. 30. И 62. 0. Спокойно Дреддик забирает себе карту. Назад свои точки. Здесь стоит, ждет. Потому что наламываться смысла особо уже нет. Обе стороны стоят. И забирают точки обратно. Врата. Мне интересно, почему не можешь ты вернуться. Налом. Налом. Огромная толпа Эльдаров. Огромная. В рукопашку вязать. Вот она, в чем суть. Вот она, в чем суть Довчика. Почему лучшая стратегия? Потому что сочетание ближнего и дальнего боя. И построение целых тактик прямо на поле боя. Быстрые мобильные Эльдары сокращают дистанцию. Варлоками начинают вязать. Наброшено. Снова майншторм. И он снова выживает. Но вот это нападение стоило микро Эльдару. И на свет появляется все-таки Дэвил Фиш. Но здесь такое количество рипов, что этот Дэвил Фиш долго не проживет. Только нужно на нем сконцентрировать свой агонь. И Дэвил Фиш будет развален. Но производство барракуда. Все, не видим. Не видим. Возвращаются, конечно, для детекта. Чтобы обнаружить этот Дэвил Фиш. Конечно, не контролится и ломается. Снова пошел размен бас. Во второй раз. Во второй раз пошел размен бас. Барракуда. Снова игра в догонялки. Эльдар преследует отступающие силы Тау. Преследует. Тау в Т2. Эльдар в Т1. Быть может, возможно, Таушнику нужно было сейчас просто вместо технической станции, вместо вот этой надежды выйти в технику. Просто замаситься на Т2. Вот именно ФВшек с подфандерами. Просто сделать толпу ФВшек. Ты отдал 300 за эту постройку. За эту. 300 за эту постройку ты выложил. Ты мог хорошо проспамить своих ФВшек. Очень хорошо. И гораздо быстрее бы это вышло вместо этой постройки. Плюс подфандеры. Плюс 2, 3, 4 пачки ФВшек. И я думаю, Эльдару можно говорить Беши пропало. Еще врата. Вторая Барракуда. 56 на 29. Прирост у Тау. Пытается разводить Таушник. Пытается работать по тылам. Барракуда застраивать точки. Наконец-то Тау начинает застраивать свои точки на базе. Что у Эльдара? Эльдар до сих пор на нуле энергии сидит. Снова портал Аспекта. То есть Эльдар сейчас просто не дает продыхнуть. Продыху не дает Таушнику. Но вот это уже выглядит тревожно. Главка падает. Минус 20. Прирост. Рабочие имеются. Последний налом? Нет. Потому что это выглядит очень тревожно. Очень печально. Огромная толпа рипов. Чего не хватило Эльдару? Чего не хватило Эльдару? Прикрытие базы. Чего не хватило? Да, действительно, все-таки барракудки по тылам будут разваливать. Очень классно. Чего не хватило? Двое рабочих. Третий здесь. На точку. Да, да, да. Конечно, нужно было сразу реагировать. Барракуды. Падает, кстати, техническая станция. Обратите внимание. Кстати, может быть, еще даже и не все. Размен баз сейчас продолжится. А Эльдар где-то набросит свои врата. Которые нужно будет еще и найти. Но у Тау ресурсы. У Тау ресурсы и карта. Которую он забирает. Ресурсы и карта. Сломана техстанция. Но у него уже 78 на 28. И здесь новая казарма. И фвшки производятся. И точки грейдятся. Т2. Главка, главка. Даже главка, а не врата. Я бы, наверное, обошелся вратами. Где-нибудь. Еще один рабочий уцелел. У Эльдара нет ресурсов. У него только большая армия. Т1 армия. У Тау ресурсы. Карта. Но с армией пока проблемы. Но армия сейчас будет появляться. Вот отсюда. Здесь будет сборный пункт. Веспиды. Карта забирается. Карта застраивается. 92 на 28. Главка падет. Но потеря карты. Потеря карты. Стелс вышел. Влетел. Врата. Главка. Главка падет. Главка падет. Но у Таушника столько энергии. ФВшки. Т2. Это единственное, кстати, производящее здание. Обратите внимание. На главку у Таушника нет. Обратите внимание. У Таушника это последнее производящее войска здание. Если оно сейчас будет уничтожено, Таушник умрет. Но Эльдар не может этого знать. Да если бы и знал, мне кажется, среагировал бы, накинул бы что-нибудь. Снова декап точек. Снова стелсы. Есть ли у Эльдара детект? Нету. У Эльдара детекта нету. Нет казармы. И как избавиться уже от этих стелсов? Это уже проблема. Да, у Таушника есть ресурсы на вторую главку. Он может запросто ее кинуть. И он ее кидает. Он ее кидает. Мощная заруба. Чего не хватило Эльдару для достижения победы? Как вы думаете, напишите в комментариях. Заруба вышла мощная. Дважды или даже трижды был размен баз. Сейчас отстал. Проблема Эльдара в том, что он немножко отстал в развитии. Немного отстал. Таушник опередил. Таушник успел сделать. Эльдар бился как мог. Как лев, господи. Бился. Пытался. Станил. Варлак добавляется. Станил эту техстанцию. Эльдар работал. Работал за все силы. Сейчас добавится. Добавляется. И улетает. Четыре репа. У нас бойня была близкая. И, кстати, еще и отстраивается. Понимаете? Отстраивается Эльдар. Да, только Эльдар убегает. Привязанный. Таушник немедленно летит сюда. Немедленно. Эльдар сейчас привязан. Главка карта вся. Карта вся. Подфандеры. ПВшки. Ну, в принципе, пока ничего не может сделать Таушник. Пока ничего, но... Но это только пока. Это только пока. Все, уже просто разводит. Бойня обалденная. Бойня обалденная, ребята. Заруба мощная. Да. Да, братцы. Что вы думаете по поводу этой катки? Напишите в комментарии. Мощная. Игра двух неприятных фракций. Эльдар и Таушника. Мощная. Мощная, серьезная. Дредик показал очень хорошую игру. Очень хорошую игру. Показали оба игрока. Обалденная. Обалденная катка, ребята. Старались, бились. Обалденная. Красавчики. Парни красавчики. Просто топчик. Как по мне, мое личное замечание. Дредик переспамил ты рипов. Четыре пачки. Надо было где-то попытаться, знаете, на реликте. Просто создать островок безопасности. Господи, да хоть турель, да хоть мину. Вместо четвертой пачки рипов. И попытаться построить, выйти в Т2. Хотя бы вкачать этот страшный урон эльдарский. Тогда игра была бы совершенно по-другому. А если бы еще и драконы вышли, то, господи, таусяцкие здания просто улетали бы в пух и прах. Но Тау развел, развел, тылы разломал. Быть может, возможно, нужно было попытаться где-то создать островок безопасности. Или на базе турель построить, точки прогредить. Что-то сделать подобное. Что вы думаете, ребята, по поводу этой катки? Напишите комменты. У меня на сегодня все. Продолжение следует...